Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья молилась и научила десятки тысяч людей действовать в сверхъестественном чудесах. Но она получила одно очень мощное откровение. Она говорит, что когда начала учить ему, то увидела еще больше проявлений сверхъестественного, чем когда-либо ранее. Скажите, а вы лично хотите узнать об этом? Хотите или нет? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Доктор Сандра Кеннеди много лет занималась чудесным служением. У нее есть собрание, школа. Она отправляет команды в больницы, и люди получают исцеление. Вчера за ужином ты сказала мне, что за последние полгода появилось нечто новое. А что же это за новое такое? Что происходит в вашем собрании? Мы переживаем вторжение Духа Святого, настоящее вторжение. Люди видели ангелы. Видели, как Иисус ходил между рядами. Когда я говорю об ангелах, то имея в виду 50, 100 и 1000 ангелов, сам Иисус ходит и возлагает руки на людей. Мы действительно ощущаем присутствие Бога. Но почему это происходит сейчас? Я слышу о том, как подобное начинает внезапно происходить в разных частях мира. Как думаешь, почему это происходит? Я считаю, что началось новое время. В августе было солнечное затмение. Я считаю, что произошел сдвиг в небесном измерении. Знаешь, я тоже так считаю. Я тоже. Я верю, что что-то было высвобождено, и мы движемся к тому, чтобы увидеть славу Божью. Несмотря на те чудесные вещи, о которых ты рассказала, многие верующие, знаешь, живут в поражении. В чем состоит главная стратегия дьявола? По удержанию верующих в этом поражении. Он не хочет, чтобы вы знали о силе крови и о том, что вы очищены. Он не хочет, чтобы вы понимали свою сущность во Христе Иисусе. Он не хочет, чтобы вы понимали, что Иисус сделал для вас. И эта часть благости Божьей просто поражает меня. Когда Он приходит, вы не только рождаетесь свыше. Мы забываем о силе крови. Мы помним, что она очищает наши грехи, но забываем, что она может позаботиться о нашем сердце. Сид, до того, как стать пастырем, я была психиатром. У меня диплом по религиозной психологии. Это серьезная специальность. И я видела различных людей в мире, у которых было множество проблем. Я стала пастырем и увидела, что у людей в церкви те же проблемы, что у людей в мире. Я не понимала этого. Когда я призывала к покаянию, то гости не могли выйти вперед, потому что члены церкви бежали первыми, чтобы заново посвятить свою жизнь. Я понимала, что это неправильно. И тогда я начала изучать силу крови Иисуса. Мы видим пятно осквернения, когда мы сходим с пути истинного. Я так часто посвящала свою жизнь Господу, что я сломала свой посвящатель. Мы не можем осознать тот факт, насколько чудесен Иисус. Мы ходим с пониманием того, что спасены, но с поникшей головой в стыде, думая о том, что кто-то узнает и расскажет об этом. Мы стыдимся того, кем были и что делали. Я говорю о себе, и я сама прошла этот путь. Ты используешь один термин. Я хочу услышать твой комментарий по поводу термина «тщательно очищен». Да, ты чист, и принимаешь это верой. Ты настолько чист, что не можешь поверить в это. И вот что делает кровь. И если кто-то скажет, «Я знал тебя, когда ты был таким-то», то ты должен ответить, «Нет, этот человек мертв». Я даже не знаю, о ком это ты говоришь. Мы можем жить так. Господь ждет, чтобы церковь стала во главе. Могущество Божье внутри нас. Мир ждет, чтобы мы несли свет и приводили людей к Господу. Именно сейчас время сбора урожая. Ты используешь слово «сила». Через минуту мы вернемся, и я попрошу ее рассказать об основах крови, о которых знают лишь некоторые верующие, потому что они находятся в Ветхом Завете. Это основа всего, что есть и в Новом Завете. То, чем пользуемся мы сегодня. В твою церковь пришел однажды колдун и сказал, как о вакуум, что из твоих рук выходит свет и сила. Это действительно так? Лучи света. Лучи света. Да, однажды, под конец служения, я спустилась вниз, чтобы закончить его. И я сделала рукой так, просто так, и услышала «бах!». Я не знала, что случилось. Я закончила служение, и после служения ко мне подошел большой мужчина и спросил, чем ты меня ударила. Он сидел сзади. Я сказала, не понимаю, о чем это вы. Он сказал, когда ты направила палец, то луч света вышел из него и ударил меня по голове, вырубив меня. Но это не конец истории. Так и есть. Я знала, что он был колдуном. Я рассказала ему об Иисусе, но он не интересовал его. Он хотел получить силу, о которой говорится в Библии. Я сказала ему, что это сделал Иисус, и это поразило меня больше, чем его. Я уже рассказывала тебе о том, как однажды я пришла на служение, где было 400-500 человек. Я зашла на сцену и сделала вот так. И все люди в зале, они попадали на пол. Все люди на сцене попадали на пол. Я единственная осталась стоять. Знаешь, что я сделала? Я тоже упала. Знаете, когда она объяснит это откровение о крови, о котором вы даже не представляете, если не знаете Ветхого Завета? Мне не нравится название Ветхий Завет. Знаете, я хочу придумать новое название для Ветхого Завета. А как насчет, скажем, книга основ? Да. Мне нравится это название. Когда мы вернемся, то она поделится с нами чем-то из книги основ. И кровь Иисуса даст вам откровение, защиту, исцеление, свободу, которых у вас никогда не было. Это сверхъестественно. Сандра, я хочу, чтобы ты научила нас тому откровению, что Бог открыл тебе о крови Иисуса, начиная с того, что если вы не знаете книгу основ или, как я сказал до ухода на перерыв, Ветхий Завет, то вы не поймете и Новый Завет. Расскажи нам об этом основании. Поподробнее. Я уже много лет учу об исцелении, но я сфокусировалась на одном стихе Нового Завета, в котором говорилось, что Иисус пришел, чтобы исполнить Ветхий Завет. Тогда я подумала, если Он исполнил Ветхий Завет, то я должна знать, что Он исполнил, ведь это принадлежит мне. И я начала искать места о силе крови. Я узнала о священниках, о том, что они могли омывать себя в крови утром и вечером. И эта кровь покрывала всякий их грех. Они даже могли применять ее к другим людям. Священники, представляешь, они могли все это делать и совершали это. Да, но это были священники. Но я тоже священник. А я думал, ты женщина. Я знала, что ты ошибался. Ты священник, потому что так говорит Новый Завет. Аминь. И мне этого достаточно? Конечно. Знаешь, Библия говорит, что народ погибает из-за недостатка ведения. Знаешь, они ходили к священникам, чтобы очиститься от проказа. Да. Фактически они принимали участие в прощении и в исцелении. Да, да. Священники были хранителями здоровья общины. А так как я занимаюсь исцелением, то подумала, мы хранители здоровья нашей церкви, нашей местности, нашей семьи. Нам лишь нужно знать, как применять кровь и как приносить жертвы утром и вечером, а лучше постоянно. Минуту назад мы говорили о руках и лучах света. Да. Когда во время хвалы и поклонения люди поднимают руки, то являют свет. Если люди будут поднимать руки и использовать их, как лучи света, то это разделит тьму и очистит место, добавя вам лучшую связь, связь с небесами. Это чудесный способ начать молитву. Когда ты поделилась этим откровением со своей церковью, то какими были последствия? Главное, что случилось, эти слова затронули все сферы жизни людей. Это поразило меня. Мы провели небольшой опрос, в котором участвовало 100 человек. Мы ходили по разным местам и омывали их. Мы омывали их дома в крови, омывали жену, мужа, детей. Если у вас их нет, то мы омывали и собак. Я знаю собак, которые не помешало бы омовение в крови. Мы омывали их, омывали офисы, омывали местность, мы омывали их в крови Иисуса. Мы делали это на протяжении двух недель подряд. И через две недели от 80 до 85% тех, кто участвовал в этом, увидели перемены. Это просто удивительно. Так и есть. Есть видимый мир и есть невидимый мир. Многие не являются правицами, Провидец он, ведь как, может заглянуть в этот невидимый мир. Да. Что происходит в невидимом мире, когда ты провозглашаешь кровь Иисуса? Что происходит в этом мире, который мы не видим своими глазами? Демоны звонят 911. Они разбегаются кто куда, потому что они боятся силы крови и имени Иисуса. И вот в этом-то и заключается правда. Демоны убегают, но мы не видим их. Да. И если им удастся убедить нас в том, что ничего не случилось, то мы перестанем говорить о крови. Так и есть. Это их работа, повести нас от истины о крови. И если вы оставите истину, то вернетесь назад с чувством вины. Вы будете думать, что с вами что-то не так. Вы ходите подавлены и ощущаете себя оскверненными. В Библии есть 16 слов, означающих осквернение. Но нам сейчас важны следующие четыре. Быть оскверненным значит быть обычным. Мы не обычные, мы особенные. Вы чувствуете себя грязными, ранеными и запятнанными. Эти вещи не позволяют христианам быть теми, кем они должны быть. А мовение в крови решает все проблемы. Если вы перестанете делать это, то станете слабаком, хвостом, а не головой. Вы оказываетесь в таком положении, когда перестаете пользоваться той силой, что Бог дал вам. Когда вы родились свыше, она готова высвободиться, чтобы вы могли действовать в славе Божьей. Ты говорила, что священники Ветхого Завета очищались дважды в день. Я знаю, что ты делаешь то же самое. Я хочу узнать, как ты делаешь это после перерыва. И я хочу узнать о Близнеце искупления греха, прощения, о том, как эта кровь действует в исцелении. И вы узнаете об этом также после перерыва. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Сандра, у тебя был разговор с Богом об исцелении. Ведь так, да? Да. И он ответил тебе. Что он сказал? Я просто обсуждала. Я не получала исцеления так, как хотела. Дьявол начал говорить мне, «Ты не заслуживаешь этого». Он говорит это всем. «Ты не заслуживаешь этого» и так далее. Я сказала об этом Господу, а Господь ответил мне, «Но моя кровь позаботится об этом». Тогда я назвала другое. «Но моя кровь позаботится об этом». Тогда я назвала третье. «Но моя кровь позаботилась об этом». Сид, после этого я начала называть то, о чем мне говорили люди в церкви, почему они не получают исцеление или еще что-то. Слава Божья сошла на меня, и он отвечал на все, о чем я спрашивала. «Моя кровь позаботилась об этом». Знаешь, когда ты говоришь это, когда она говорит, «Моя кровь позаботилась об этом», я каждый раз ощущаю, как лучи исцеления исходят от себя. Каждый раз. Да. «Моя кровь позаботилась об этом». Давайте скажем вместе это. «Моя кровь позаботилась об этом». Это сильные слова. А это значит, что никто не сможет приблизиться к вам. Ад говорит, что от этого нет лекарств. «Моя кровь позаботилась об этом». «Моя кровь позаботилась об этом». Не имеет значения, через что вы проходите. Проблемы в семье, болезни. Или вы лежите на смертном одре. Моя кровь позаботилась о всякой немощи, всякой болезни. Мы думаем, слава Богу, что он позаботился о всех грехах. Пусть будет прославлено имя Господа. Аллилуйя! Но когда его били плетью, когда ему наносили раны, то из ран текла кровь. Ты хочешь сказать, что каждый верующий, который убежден в смерти, воскресении и пролитии крови Иисуса, получает прощение всех грехов? И он в той же мере должен быть убежден в том, что кровью его он исцелен? Да, да. Это произошло одновременно. Покажи мне, как ты молишься о крови каждое утро и каждый вечер дома, сама, когда никто не смотрит. Я делаю так, словно принимаю душ. Я умываю глаза кровью, умываю уши кровью, умываю рот кровью, чтобы слышать, видеть и говорить только то, что хочет Бог. Я умываю свои руки, чтобы Бог использовал их. Руки могут завести нас в различные неприятности и привести их к осквернению. Я умываю руки, ноги. Предположим, у меня какая-то опухоль. Я омываю эту опухоль во имя Иисуса, в крови Иисуса, и повелеваю ей уйти во имя Иисуса. Это похоже на то, как мы принимаем ванную. И когда вы проходите процедуру омовения, то такое чувство, что только что вышли из ванной. Есть люди, которые переживают атаки ночью. Им было бы очень полезно делать подобное и перед сном. Да, им стоит омывать свой разум, свои сны в крови Агнца. Они удивятся тому, какой результат они получат. И это касается всех сфер нашей жизни. Я хочу, чтобы ты помолилась о покрытии крови всех тех, кто смотрит нас прямо сейчас. Пусть они избавятся от стыда и получат исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса, я выступаю против всего того, что атакует вас. Всякий стыд, всякая вина, грязь, нечестие, которое не позволяет вам поднять голову, пусть убирается прочь. Я омываю вас кровью Иисуса. Если вы пригласили Иисуса в свою жизнь, примите Его кровь и омойте себя от макушки и до пяток. Мы призываем кровь против всякой болезни и омываем себя от нее во имя Иисуса. Это как душ. Вы заходите в Него грязными, а выходите чистыми и свежими. Вы ощущаете свежесть, когда омоетесь в сверхъестественной силе крови Иисуса. Это уже свершилось во имя Иисуса. Примите обетование Иисуса, не оставлю вас. Это касается как этой жизни, так и вечности. А кто бы хотел прожить эту жизнь, не зная Бога на практике? Вам стоит узнать Его именно так. На практике откройте двери, скажите Иисусу, что сожалеете о своих ошибках, о совершенных грехах. Поверьте, что кровь смывает их, и Он больше не вспомнит о них никогда. После этого попросите Иисуса прийти внутрь вас и стать вашим Господом и Спасителем. Сделайте это, и мы с вами будем вместе в вечности навсегда. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В субботу я много работала в саду, я не могла пошевелиться из-за сильной боли в нижней части спины. Моему шестилетнему сыну пришлось стаскивать меня с дивана, чтобы я отвезла его в школу. Я вернулась домой и включила вашу программу с Дэвидом Херцегом. Он рассказывал о людях, которые сверхъестественно сбросили вес. Когда программа закончилась, я встала и выключила телевизор. Тогда я осознала, что встала с дивана, не испытав боли. Я посмотрела на свой живот и видела, что мои спортивные штаны стали мне большие. Меня ошеломило то, что я не только была исцелена, но и немного сбросила вес. Я стала танцевать по комнате. Я так благодарна вам за вашу программу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Дэйв Хейс, известный как Молящийся Медик. Вы когда-нибудь спрашивали себя, а говорит ли Бог? И как мне научиться слышать Его голос? Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске «Это сверхъестественно», чтобы получить ответ. Я дам вам подсказку. Ответ. Я дам вам одну подсказку. Ответ. Да и да. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня.